Книга притчей Соломоновых Глава первая Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израиля Тем, кто хочет постичь мудрость и наставление и понять суть разумных изречений, усвоить правила благоразумия, праведности, справедливости и честности, простодушным, чтобы добавить им соображения, и юношам ради знания и прозорливости, да и мудрый, услышав, приумножит знания. И разумный человек найдет подсказку, как понимать иносказания, и притчи, изречения мудрецов и их загадки. Господа боятся. Вот в чем начало познания. Кто презирает мудрость и наставление, глупец. Выслушай, сын, наставление отца и не отвергни материнского наказа. Это великолепный венец на голову твое, а жерелье тебе на шею. Сын мой, если поманят тебя грешники, не ходи. Они скажут, пойдем с нами, устроим засаду, убийство, подстережем невиновных. Мы, как шеолых, живьем поглотим, целиком, как покойников могилы. Всякого богатства награбим, наполним свои дома добычей. Вместе с нами бросать будешь жребий, поровну разделим добычу. Сын мой, с ними не ходи по дороге, на их путь ступить остерегайся, потому что бегут они козлу и спешат к кровопролитию. Смысла нет раскидывать сеть на виду порхающих птиц, так и они, подстерегая в засаде, погубят сами себя. Таков конец головореза, собственную голову он сложит. Премудрость на улице восклицает, на площадях возвышает голос, в шумной толпе взывает, у городских ворот держит речь. Сколько можно простакам коснеть в простоте, наглым наглостью тешиться, глупцам ненавидеть знания. Обернитесь на мой упрек и залью на вас мой дух и поведаю вам мое слово. Я позвала, а вы отвернулись, протянула руку, но никто не замечает. Вы отвергли все мои советы и не приняли моих упреков. Что ж, и я над вашей бедой посмеюсь, поиздеваюсь, когда настигнет вас ужас. Как буря придет к вам ужас, и беда, как ураган нагрянет, придавит вас гнет и бремя. Тогда позовут меня и не отвечу, разыскивать будут и не найдут. За то, что они возненавидели знания и отвергли страх Господень, не приняли мой совет, презрели все мои наставления, вкусят они плоды своих дел, замыслами своими насытятся, потому что простаков погубит свои нравья, глупцов подведет их беспечность. А кто слушает меня, будет жить спокойно, не страшась никакой беды. КОНЕЦ